Ну, может мы потом чуть-чуть на турки дотрогаем, чтобы не было такого, да, ну, не чтобы простоватое выражение, может быть, его усложним чуть-чуть, но сама идея хороша. Ну, это 60 на 80 минимум. А, 70 на 90. Да, мы говорили с Сашей. Ну, иди, Саша. Пластик будем там подыгрывать. То есть, сначала мы наберем цвет света, причем цвет света средний, между белым и вот тем розово-оранжевым. Жидкость белила, кадмий красный выдавишь себе, а пока не выдавила вот этот цветик. Полностью, полностью. Можно даже здесь румяне, там менее румяно, но белый потом. Здесь более розово, здесь более желтого. Прям понабирать, понабирать. Сразу анонсирую, как будут делаться веточки. Например, вот прямо вот так, прямо пальцем. Уже палец будет это делать достаточно непринужденно. Посмотри, что делается. Прикольно? Да. То есть, практически фрагмент уже... Они с эвензой чуть ли не надо? Нет, сначала вот цвет света, а потом в него... Потом, смотри, вот такой цвет, сиреневато-коричневый, а потом сверху на него зеленый. И это видно в подкладке, там сиренезна-коричневезна, да? Подкладки под зеленый. И вообще под зеленый хороша подкладка теплых, коричневых, сиреневых. Это и цвет земли, это и цвет сухих трав. Есть там такое звучание, да? То есть, надо начинать было не с ветки переднего плана, а с дальнего плана. Потом, заслонив это, веткой переднего плана. Нашвыряешь это добро. Здесь тоже немножко оранжевинкой подыграешь. Оранжевинкой. Розовинкой. Вот такой вот, с сиреневинкой. Цветочки цветущих этих. Видишь, они, наверное? Ябл. А, ябл. Такие мелкие цветочки, чем ябл. Да, у тебя в Белоруссии. А, такие. Вот они, вот они. Вот такие. Здесь, смотри, тоже они уже заслонят. Зеленовато-рыжий, да? Вот прям помесить, помесить. Здесь внизу не хватает темности. Темности сиреневого по траектории бугра. Сверху на этот темный сиреневый придет зеленый. С этим, с бирюзовым. В том числе. А, видишь. Вот так придет, прозрачно. Смотри, практически то состояние укладки, которое мы там и видим. Где-то чуть-чуть разнотональные, чуть-чуть разноцветовые. Но совсем чуть-чуть. Вот, фрагмент большого пятна. Так. Вот стволики тоже наберешь через... И еще, смотри, вот такого кол рисовать не надо. У нас будет там рама, да, допустим. Если даже не будет, все равно кол не надо. То есть, пусть у ствола будет, ну, хоть какое-то... Правда? Чем просто кол. Сиреневинка. А может быть даже второй стволичек показать. Еще один момент есть. Композиция любит строиться на диагонали. Если у нас появится ветка, вот именно вот так, как ты ее и набрала, то есть, нарочито по диагонали, у нас начнет складываться идея композиции. И здешняя ветка, допустим, пойдет, пусть не отсюда, да, но близко. Так, чтобы создать эффект. Вот, допустим, одна еще и вот так пошла. То есть, они вместе создадут эффект движения по диагонали. Здешняя веточка, вот она, создает этот эффект. Ей, может быть, вторит вторая, перекрещиваясь. И, может быть, чуть-чуть, чуть-чуть, там, хоть что-то, хоть пару звуков по вот этому направлению, чтобы уже не кричащие диагонали были, а такие, ну, или, скажем, вот это деревце, вот это и, допустим, следующее, все вместе будут создавать эффект диагонали. Ну, то есть, так лучше. Не просто пересчитать то, что мы видим, а немножко ухудожествовали линием. Ну, давай, с пальцев начинают это вот. Не знаю, наверное, в Польше. Да, 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 все правильно. Ну, хорошо, молодечек. Так, ну, наверное, сейчас нужно идти к Санечке. Чтобы она тебе кинула изображение проектором, силуэтики все додать. И уже тогда к фигуре будем пристраиваться. Да, наверное, даже вот это будем уже посмотреть, чтобы оно не рвало потом. Пусть оно сначала появится, личико пусть появится. А потом уже. В принципе, все все справилось. Все, вот это вот так и должно быть. Вот так вот, вот идеальный кусок. Здесь близко к тому. Здесь немножко замутнило, хотя тоже могло быть вполне так. Вот. Исправил их задачу, да? Хорошо. Давай. А, еще, смотри. Там есть некоторый такой орошательный ритм вот сюда, вот сюда, вот сюда. Ты его немножко сбила, то есть он пропал. А ритм это красиво. Когда все немножко как стайка рыбок смотрит. Вот есть этот ритм, и есть немножко этот ритм, который как бы ее, арку ей создают. Ну, красивый такой орошательный ритм, поэтому лучше его немножечко показать. То есть, когда будешь уточнять какие-то вещи, имея в виду, что этот ритм есть. Желательно, чтобы голова была повыше. Ну, да. Вот она тонет в формате. Там она вот идет, или готова прийти, а здесь она чахнет. Чахнет. Вот так. Да, надо выше. Просто стереть, да? Нет, ты просто теперь будешь, когда рисунок будешь набрасывать, ты будешь брать более мощную тональность. Как набросок уже и картина. Напомню, что мы используем, какие мотивы используем в лице на пленэри. вот в плане цвета кожи. Слова какие-то ключевые там попадались. Мандариновый. Мандариновый. Ягодка на свет. Сочетание вот этих мандариновых и зеленоватых оттенков, а не только фиолетовых. И даже не столько фиолетовых. Не знаю, где ты подобрала идею такого цвета. Я пыталась розовым, но он с тем, наверное, смешался. И да, Deshalb. Солова иничество. Идём. Продолжение следует... 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 Ну да, зря ты с розового начала... Надо было с кадмия начать... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прикольно? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пусть хотя бы несколько веточек появятся со всей выразительностью, а то у нас не хватает тональных опор. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смотри, да, вот этот мотив? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Тоже вихрь, вихрь чуть-чуть. Давай. А вот что мне с цветом делать? Такой же, как этим? Ну да. С тенями или нет? Или сразу нет тени? А там нет тени такого трафаретного звучания. Поэтому вот такая вот мягкая рассеянность тональная. Хорошо. Хорошо, что вот такое способно. Все мазочки, которые новые вижу, в тему все попали. Так. Вот это надо сблить. Кусок краски. Я его даже трудно назвать иначе. То есть он не решил никаких вопросов. Просто неудачно лег. Так. Пока краска свежая, в нее удобно вписывать эффект. Множество именно чистых волос. Такая вписанность появляется в локон. Локонное такое письмо. Множество gradually rising. Аegal. П wished Продолжение следует... 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 Продолжение следует...